Друзья, приветствуем вас на экспертном канале iTuber, где мы обсуждаем тренды и новости из мира блокчейн, криптовалюты и ICO. Меня зовут Евгений Романенко и со мной сегодня в блокчейне юрист Владимир Попов. Владимир, приветствую вас. Приветствую всех. Центральный банк Финляндии порадовал неожиданным исследованием, где фактически научным языком обосновал, что биткоин – это монополия, управляемая протоколом, и любые попытки его регулировать есть не что иное, как просто непонимание сущности и обречены на провал. Очень приятно видеть, что та инстанция, которая пытается, собственно, противостоять, как раз доказывает, что этого делать нельзя. Подобные заявления звучат из ее искусств, людей, к ней имеющих отношения. Прозревают, что ли, Владимир, товарищи в Центральных банках мира? Я думаю, что маленькие страны, такие как Финляндия, протогосударство, как я его называю, Остров Мэн, Вьетнам и все остальные, они как раз-таки видят в биткоине на самом деле очень большое спасение, потому что доллар, к которому привязаны все, так или иначе экономики, это все-таки очень губительная вещь. Да, даже если там у тебя есть своя валюта, она все равно на внешних рынках обменивается на доллар. Вот у евро ничего не получилось, у юаня сейчас тоже ничего не получается, а у биткоина, в принципе, может получиться. И в этом смысле проиграет, наверное, как раз-таки Центробанки больших государств, да, а маленьких, возможно, что и нет. Ну, если это будет какая-то надгосударственная структура там и так далее. Поэтому я думаю, что вот эти положительные новости от таких мини-публичных образований, они будут поступать дальше, и я сейчас ожидаю, что, скорее всего, следующим шагом это будет Южная Америка. И это первое. И второе, что мне понравилось в этом заявлении, что именно здесь идет научное обоснование, которого я не увидел, например, в постановлении СЕК относительно ЗАДАУ. Почему? Потому что что такое наука? Это получение объективных данных о действительности. То есть мы, значит, можем говорить о том, что это некая реальность, которая уже формализована. Ну, что-то, по крайней мере, отчетливая тенденция того, что более мелкие и, видимо, более умные страны понимают, куда движется земной шар, ну, а более крупные предпочитают молотить старыми инструментами. Посмотрим, кто в этом противостоянии выиграет, а кто проиграет геополитически. Это было мнение о блокчейнериста Владимира Попова. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, пишите комментарии, вступайте в наши телеграм-группы с новостями и обучением работе на крипторынке, и подпишитесь на наш блог в голосе, в первом русскоязычном социальном мире, а на блокчейне зарабатывайте на контенте, лайках, комментариях. Удачи вам, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok